Итоги недели То, что важно знать в подробностях И к чему необходим компетентный комментарий Как всегда, в начале выпуска Коротко о главных темах сегодняшней программы В нем вся история нашей земли В нем память о предках и нынешний день Брестский областной краеведческий музей Празднует красивую дату 70 лет со дня образования Яркая иллюминация, установка елей Проведение благоустройства Новогодняя торговля и новые арт-объекты Световой фонтан, избушка Бабы-юги И, конечно же, самовар Самый большой в Беларуси Брест готовится встречать 2021 год Государственная награда лучшему в профессии Олег Нероды, руководитель образцового хора мальчиков-пелники Идейный вдохновитель международного хорового фестиваля Берестейские хоровые ассамблеи Награжден медалью Франциска Скорины В эфире программа «Итоги недели» Мы начинаем А в наши музеи ты все же загляни Ведь в них вся история нашей земли В них память о предках и нынешний день И мамина песня И прошлого тень Эти красивые и очень правильные слова Встречают каждого посетителя сайта областного краеведческого музея Вот уже 70 лет главная научно-просветительская площадка региона Встречают тех, кто увлечен историей Берестейского края И хочет знать о ней намного больше За 7 десятилетий своего существования Музей принимал различные почетные международные делегации И отечественных туристов Здесь проходили большие научные и публичные мероприятия Которые собирали огромное количество людей День рождения учреждения, к сожалению, пришелся не на самый простой год Однако это дало еще больший толчок для развития Совершенно разных форм работы с посетителем Итак, Брестскому областному краеведческому музею 70 лет О юбиляре уходящего 2020-го наш следующий сюжет Историческое здание на пересечении улиц Буденова и Карла Маркса Вот уже много лет является главным хранителем всего того Что наука знает об истории Брещины Областной краеведческий музей Его экспозиции не спутаешь ни с одним аналогичным учреждением Объемно, доступно и при этом всегда интересно За эти годы сменилось уже не одно поколение музейщиков Как мне кажется, радует то, что не прерываются традиции Которые были заложены предыдущими поколениями Они заложили тот фундамент, на котором сегодня стоит наш музей Мы их бережно храним, привносим новое и передаем следующим поколениям Которые же придут в этот музей после нас Для того, чтобы наше учреждение не стояло на месте Двигалось вперед и шло вновь со временем От истоков до современности гармонично совместить прошлое и настоящее Найти те самые подходящие слова, которые помогут рассказать об истории края Не просто доступно, а увлекательно С удовольствием здесь бывали и бывают как взрослые, так и дети Сегодня в залах музея можно не только посмотреть на уникальные предметы Но и воспользоваться в буквальном смысле машиной времени Например, в зале, посвященном периоду начала 20-го столетия Размещена модель купе пассажирского поезда Посмотрев в окно которого, можно увидеть пейзажи, которые были на Брещене 100 лет назад Ощутить атмосферу помогает антураж А почувствовать дух эпохи – люди, сопровождающие посетителей на всем пути экскурсии Лариса Всеволодовна Шилай 20 лет была смотрителем залов Сегодня, приходя в Краевический музей, уже как гость Она с радостью вспоминает время работы, дружный коллектив и посетителей Приходили в музеи 9-е, 10-е классы, отдельно посетители И просто смотрел на них, радовался и думал Мне потерянное поколение С благодарностью я вспоминаю то время, которое я здесь провела И мне здесь душа Моя душа, она здесь и осталась Я по жизни любила музеи И когда я устроилась сюда работать, я была просто счастлива Бережно сохраняя малоизвестные факты истории края Сотрудники областного краеведческого музея не забывают и о своих истоках О которых рассказывает юбилейная выставка Перед нами первая книга Здесь фиксировались все поступающие фонды экспонаты Кстати, первыми были фотографии Старого Бреста и района Сколько необычных, сколько важных событий помнит эта книга К ней прикасалось не одно поколение работников учреждения Многие из которых пришли в музей по велению сердца и искреннему желанию заниматься историей А первый рабочий день до сих пор хранится в памяти как особое воспоминание Конечно, на первом месте было слово музей всегда Потому что нас родители, сестры перевели в музей, когда мы были в четвертом классе И с тех пор мы полюбили очень сильно музей И вот я пришла на площадь Ленина в здание костела Предварительно пройдя первую беседу с директором музея И она сказала, ну что же, Нина Михайловна, приходите, попробуем И вот я с чувством безумного трепета и гордости К 9 утра на площади Ленина подошла к зданию музея Вот эти высокие ступеньки, огромная резная дверь Это была такая гордость немыслимая, вот честно вам скажу Музей — это не только проведение экскурсий Это прежде всего очень интересная, увлекательная исследовательская работа Знакомство с историей не через бумажные носители, а через артефакты Через предметы, добытые в экспедициях, добытые во время археологических раскопок Это все время узнавание чего-то нового, неожиданного Поэтому моя жизнь сложилась так, как сложилась, я абсолютно ни о чем не жалею В областном краеведческом музее всегда старались идти в ногу со временем При этом сохраняя верность традициям, заложенным поколением сотрудников-основателей Активно сегодня в работе главного учреждения и его филиалов Используются мультимедийные технологии Например, очки дополненной реальности Помогают современным людям погрузиться в мир Средневековья Большое количество проектов реализуется в сотрудничестве с городскими службами А некоторые экспозиции даже путешествуют по Бресту, будучи размещенными в общественном транспорте В период пандемии стал поводом задуматься о более широком использовании социальных сетей и интернет-площадок Быстро перестроившись под обстоятельства, научные сотрудники стали выходить на онлайн-экскурсии Делать проекты о самых эксклюзивных экспонатах, рассказывать о предстоящих выставках И все это доступно, оперативно и со своей изюминкой Мы должны совместить, по сути дела, несовместимое Музей никогда не будет площадкой для развлечений Он должен остаться хранителем мудрости, истории И все-таки иметь огромную научную базу под собой И при этом мы должны идти в ногу со временем То есть быть привлекательными для посетителя Посетитель никогда не будет другим Если раньше люди могли просто прийти на экскурсию И были рады и довольны То сегодня это не то, что уходит на второй план Этого недостаточно для того, чтобы привлечь внимание Качественное внимание посетителя И чтобы посетитель ушел с базы знаний 70 лет всегда логичным остается вопрос Что дальше? Дальше будут новые проекты, новые подходы, новые творческие задумки Которые продолжат воплощать в жизнь Такие же активные и небезразличные к своему делу сотрудники Брестского областного краеведческого музея Сейчас мы работаем над сборником статьи конференции Которая прошла в этом году у нас Мы заключили договор о сотрудничестве с Институтом археологии Академии наук Республики Татарстан И музеем города Свияжск У них тоже есть археологический музей Где представлен фрагмент старого города Но если у нас Бересте 13 века Там более поздний период 16-18 века Но проблемы общие По консервации археологической древесины По ее мониторингу Поэтому общие научные интересы Нас сблизили И те теоретические наработки, которые мы имеем Мы обмениваемся опытом И думаю, что воплотятся они где-то на практике Анастасия Ноздрин, Блатницкая, Дорг Покунович, Александр Макаревич Итоги недели 25 дней осталось до Нового года Брест уже готовится встречать 2021 Подготовка к предстоящим праздникам началась рано И уже есть учреждения, дома и улицы Праздничное оформление которых полностью готово Мы уже заглядываем на инсталляции в витринах Улыбаемся сказочным героям Наблюдаем за процессом сборки главных красавиц Новогодних елей Но в то же время не прекращаются работы По благоустройству областного центра Кажется, этот процесс просто непрерывный И это неудивительно Ведь и каждый из нас Свой дом, квартиру Старается сделать уютной Приводя в порядок Ремонтируя ее Усовершенствуя Меняя стиль и убранство А родной город Это наш общий дом В котором живем все мы И сделать его комфортным для всех нас Задача не из простых Но Если очень хочется Все получается В Бресте практически готова К реализации внедрения Новой формы сбора мусора Работы по монтажу и благоустройству 23 заглубленных контейнеров В микрорайоне Ковалева завершились Преимуществу такой системы Сбора твердых бытовых отходов Несколько Точнее пять Первая занимает мало места Две трети контейнера А значит и мусора Находится под землей Втрое герметичная крышка В контейнере поддерживается Постоянная температура Благодаря которой Содержимое не гниет летом И не мерзнет зимой Преимущество под номером три Эстетичный вид Продолжает список Четвертое преимущество Заглубленный контейнер Сможет вместить в себя Объем пяти наземных баков И напоследок Пятое преимущество А может его следует поставить первым Оплата за вывоз коммунальных отходов Тоже уменьшится Примерно на 18% С 1 января 2021 года Изменяется система сбора Твердых коммунальных отходов В данном районе Ковалева Значит обустроены Заглубленные контейнера В количестве 23 заглубленных контейнеров В данном микрорайоне С установкой дополнительных контейнеров Для вторичных материальных ресурсов Данные заглубленные контейнеры Я думаю, что произведут Скажем так Немного даже революцию В сборе твердых коммунальных отходов И разделению отходов по видам То есть бумага, стекло, пластик Как видим, плюсов у подземных контейнеров Во всех смыслах немало Но есть еще и повод надеяться Что у наших горожан Уровень экологической культуры подрастет Ведь легко и просто возмущаться Некачественным исполнением Своих обязанностей работниками ЖЭСов Забывая о своем личном неучастии В процессе создания чистоты и порядка На мой взгляд, это вообще очень удобно Потому что, особенно когда в жару В летнее время На площадке стоит неприятный запах Забиваются мусоропроводы у нас Очень часто И как бы мы долго ждем, как жильцы И все это как бы неприятно Уже давно я, насколько знаю, за рубежом Это применяется и оправдывает себя Поэтому мы стремимся к улучшению Нашего города и нашей страны Поэтому это очень, мне кажется, хорошее решение Сейчас же у нас перерабатывающий завод Построил такую специальную площадочку Где можно сортировать по категориям Стекло, бумага, бутылки пластиковые И пакеты с мусором Можно в специальные отведенные баки И это, естественно, очень положительно А так, выходишь, летняя пора Неприятные запахи, захламленность Вот эти мусорные пакеты Конечно, это не есть хорошо Кто за чистоту в городе, да, родном городе Без запахов, порядочек То я думаю, что, конечно, людям сюда Нужно будет выйти все-таки И пока среди одних внедряют новые формы сбора мусора Для других создают комфортные условия Для передвижения по городу Пешеходные переходы с тактильными наземными указателями Появляются на многих улицах областного центра А бордюры специально занижают Чтобы для пожилых или людей с инвалидностью Перейти дорогу не становилось невыполнимой миссией Это связано, в первую очередь, с созданием доступной среды для людей с инвалидностью В те прошлые годы, в основном, работы выполнялись у нас район Восток Улица Московская, Машерова В текущем году начаты работы именно в центральной части города И они будем продолжать, планируем, что продолжим в следующем году Всего за эти пять лет выполнены работы на 552 пешеходных переходах В 2019 году видоизменилось 170 пешеходных переходов В нынешнем уже занижены бордюры на 148 За первый месяц зимы специалисты Брестского ДЭПа В том случае, если позволят погодные условия Выполняют работы по занижению бордюров еще на 15 переходах На улицах Гоголя, Луцкой и Ясневой К слову, в центре города проводят работы не только по адаптации объектов К нормам доступной среды, но и по созданию новогоднего настроения Так, на площади Ленина, где традиционно стоит главная зеленая красавица Бреста Работы по ее монтажу уже завершились Лесопарковым хозяйством коммунальника Были произведены заготовка 110 елей в Брестском и Кобринском лесхозах Задействованы у нас кран, как вы видите Два автогидроподъемника, чтобы быстрее проходили работы Задействованы 12 человек и машины сопровождения для обогрева людей Главная новогодняя ель образца 2020 В отличие от своей предшественницы поддерживает натуральность А потому собрана из настоящих елочек А новогодняя красавица 2019 прописалась на городской набережной Не изменяя традициям, в Бресте у каждого района, у каждого торгового центра На бульварах и площадях будут стоять зеленые новогодние красавицы и елки Сейчас мы стоим на набережной, здесь мы уже установили главную елку Ленинского района В прошлом году она стояла на площади Ленина, в этом году мы ее уже переместили сюда на набережную Это будет отличие от прошлого года А на площади Ленина мы поставим елку, традиционную нашу елку, которая металлический каркас и плюс живые ели Специалисты, работающие в дорожно-эксплуатационном предприятии, всех тайн пока не раскрывают Но ждать уже осталось совсем немного, до Нового года всего 26 дней Скоро можно будет увидеть своими глазами подготовленные сюрпризы, ведь чудеса только начинаются В продолжение темы Большую красочную фотозону и не менее впечатляющие скидки на весь ассортиментный ряд предлагает в декабре Центральный Универмаг Эта торговая площадка, как и многие другие, уже давно вела подготовку к предновогодним распродажам К слову, по информации Управления торговли и услуг Брестского горосполкома Все объекты, имеющие право реализовывать предпраздничные товары, уже укомплектованы всем необходимым Да и в целом, постепенно город входит в новый этап, который обещает принести с собой много чудес, предных эмоций и подарков И это ощущается В оформлении витрин магазинов, в общей атмосфере, в которой сегодня все чаще слышатся нотки радости Ожидания и надежды на то, что вместе с перевернутым листом календаря уйдут из жизни все те неприятности и трудности, которые принес 2020 Кто-то оставляет милые хлопоты на самый последний момент А кто-то свою подготовку начинает заблаговременно и уже находится в поиске сувениров для родных и близких Брестский ЦУМ всегда встречает своих покупателей широким ассортиментом товаров на любой вкус А в преддверии новогодних и рождественских праздников витрины, как правило, полнятся эксклюзивными товарами Традиционно активно брещане покупают в подарок наборы отечественных скатерти и салфеток, красивую посуду и элементы декора Но особым спросом, как правило, пользуются красочные новогодние игрушки, оформленные как тематические сувениры Наш магазин готов к Новому году уже с 15 октября Мы начали завозить товар Ассортимент широчайший От игрушки, от посуды Текстиль, одежда Новогодняя игрушка, стекло, ручная работа Стильно, ярко, красочно, современно Именно такие эпитеты приходят в голову тогда, когда видишь товар не только хорошего качества, но и приемлемой цены Кстати, приятным бонусом для покупателей в декабре станут хорошие скидки, которые в сумме в это время особенно распространены Причем их предоставляет и производитель, и реализатор Конечно же мы не забудем про предновогодние распродажи Акции будут на большой ассортимент товаров Широчайший ассортимент новогодней продукции Новогодняя игрушка, ели, мягкая игрушка Символы года в мягком, в керамике, в стекле, во всем что угодно Уже продажи идут, что касается для украшения елок, домашнего интерьера Уже, да, немножко продаемся И по сравнению с прошлым годом некоторые фирмы неплохо продаются Магия уютных деревянных домиков ощутима в эти дни и на Гоголя, и на площади Ленина Торговля здесь развернулась с первого декабрьского дня И стоит сказать, людей здесь становится все больше Брещане привыкли к особой атмосфере, которую дарят предновогодние ярмарки А потому с удовольствием приходят и что-то купить, и прикоснуться к миру тепла и гармонии В приятном расположении духа и продавцы Практически целый год они готовились к этой встрече А период пандемии сделал редкое общение более теплым и душевным Все красочно, все красиво, все очень приятненько так, веселенько, скажем прямо Выбор есть? Выбор есть, конечно Смотрите, выбор есть Смотрите, какая везде красота Естественно, есть и настроение Всегда, в принципе, вот это вот все, оно и создает настроение И, естественно, если в душе есть праздник И наяву праздник будет В вечернее же время на Гоголе всегда многолюдно Когда улица разливается палитрой красочных огней Ее особое праздничное настроение становится еще более ощутимым Брещане это знают и свой маршрут по дороге домой строят, учитывая поход на ярмарку Я люблю эту новогоднюю атмосферу Это единственное время, когда можно действительно почувствовать наступление приближающейся зимы Особенно в нашем городе, на этой улице очень много людей Всегда можно здесь приобрести что-то новое к своей елке Я в этом году планирую, возможно, купить новую мишеру или что-то в этом роде Еще подарки, украшения новогодние, ну все, что нужно к Новому году Обновлять стараетесь вообще? Да, конечно Какую-то новую игрушку, не знаю, может новую гирлянду Вот шар красивый нашла Новый год это всегда ощущение чуда, праздника В особенности новогодние ярмарки, когда много иллюминации, света, радости И на лизах людей можно всегда увидеть улыбки, которых часто так не хватает И перед Новым годом я люблю зайти на ярмарку, даже просто посмотреть, ничего не покупать Потому что здесь какая-то особая атмосфера, которая придает какого-то вдохновения Что-что о вдохновении здесь точно можно найти Нотки особого настроения дарят необычные арт-объекты Световой фонтан, избушка Баба Яги и, конечно же, самовар Самый большой в Беларуси Его объема, а это ни много ни мало, почти 400 литров Хватит для того, чтобы напоить чаем почти полторы тысячи человек Этот арт-объект – своеобразная отсылка в прошлое О котором многие брещане отзываются с особым трепетом Кстати, как отмечают продавцы, ретро-игрушки на елку сейчас пользуются особым спросом Сейчас вот популярностью пользуются игрушки нашего детства Такие, которые были стеклянные Сейчас вот они в пластиковом исполнении идут тоже Детям нравится, взрослым Взрослые детства вспоминают Целый месяц торговля будет развернута на уличных площадках А уже с 19 декабря к ним добавятся пункты продажи живых елей Цены на которые начинаются от 6 рублей В Беларуси на сегодня зарегистрировано 145 279 случаев COVID-19 Новые реалии нашей жизни стали для нас давно привычными Маски, перчатки, антисептики – теперь это не только элементы индивидуальной защиты Но неотъемлемый атрибут нашего образа перед каждым выходом из дома В период непростой эпидемической ситуации ответственность за здоровье лежит на каждом из нас Правда, большая часть ложится на плечи медиков Они – на передовой Для того, чтобы хоть немного разгрузить врачей Волонтеры Брестской городской организации общественного объединения Белорусского общества Красного Креста Доставляют рецепты лекарств пожилым, одинокопроживающим и людям с инвалидностью Однако это не единственное нововведение, направленное на помощь медицинскому персоналу На данный момент во всех поликлиниках города функционируют колл-центры Где получить консультацию по различным вопросам по оказанию медицинской помощи при наличии симптомов вирусной инфекции можно дистанционно Не паниковать и объединить силы – действия, которые помогут справиться с пандемией Спрос на получение консультации по различным вопросам, в том числе и по оказанию медицинской помощи при наличии симптомов вирусной инфекции, высок Для удовлетворения потребностей населения во всех поликлиниках Бреста вновь заработали колл-центры С их помощью люди могут получить ответы на волнующие их вопросы дистанционно, просто позвонив в поликлинику по месту жительства На рабочем месте у меня находятся два телефона, потому что один городской, один внутренний Многие вопросы можно решить, не отходя от кассы, когда человек звонит, я говорю, подождите немножечко Я могу выяснить телефон, какую-то помощь себе, это и от заведующих помощи, и от руководства, и от многих других служб И решить вопрос сразу, не ложа трубку, поэтому два телефона удобно Решать вопросы с помощью современных девайсов сейчас не только удобно, но и правильно Узнать подробности о плановом лечении, выяснить алгоритм действий при повышенной температуре или выписать рецепт можно дистанционно При этом за рецептом даже не придется идти в поликлинику Его принесут волонтеры Красного Креста, которые в период непростой эпидемической ситуации пришли на помощь медикам Помощь эта неоценима, в данный момент необходимо нам более рационально перераспределять наши кадры И участковая медсестра могла бы использоваться более эффективно на приеме температурящих пациентов, на приеме пациентов с другими заболеваниями Выписанные рецепты там указываются, мы готовим адреса, фамилии, имя, отчество В данный адрес доставляются рецепты, там на месте уже уточняется, сверяется фамилия, имя, отчество и передаются рецепты В областном центре администрация нескольких учреждений здравоохранения обратилась в Брестскую городскую организацию Белорусское общество Красного Креста с просьбой о волонтерской помощи по доставке рецептов пожилым, одинокопроживающим или людям с инвалидностью Для этого им нужно только позвонить Алгоритм действует добровольцев прост, они приходят в поликлинику, забирают рецепты и доставляют их по нужному адресу Данные рецепты выписываются, как правило, при обращении пациентов по телефону Это может быть, у нас два варианта, обращение в регистратуру, пациент оставляет заявку на выписку необходимых препаратов и обращение непосредственно к заведующим терапевтическими отделениями Телефоны заведующих терапевтическими отделениями расположены и на стендах учреждения, и на сайте в разделе записи на прием к врачу Не только стационарные городские телефоны, но присмотрена мобильная связь, выделены мобильные телефоны Ребята, которые оказывают помощь, будущие коллеги врачей, студенты Брестского государственного медицинского колледжа После продуктивных учебных занятий они спешат не домой, а в поликлинике Несмотря на большую занятость, волонтеры Красного Креста не по принуждению, а по доброй воле заботятся о старшем поколении Понимая, что больше всего пандемия повлияла на пожилых людей, изменив комфортность их жизни Волонтеры – это сердце нашей организации, и они работают по всем направлениям А в связи сейчас со сложившейся ситуацией распространения коронавируса и сегодня сейчас вторая вспышка У нас есть проект «Беларусь. Меры по реагированию на вспышку COVID-19» Сейчас в связи со вспышкой мы опять в медицинский колледж Это все учащиеся медицинского колледжа, 21 человек, они являются нашими волонтерами Мы провели с ними инструктаж, обеспечили средствами индивидуальной защиты Для Ани, Алины и Леры волонтерство стало образом жизни В рядах добровольцев Красного Креста девушки числятся уже больше года За это время они успели сделать немало добрых дел и продолжают эту деятельность Как будущие медики и люди с большим сердцем, девушки понимают, как важна даже самая маленькая помощь для пожилых, одинокопроживающих и людей с инвалидностью То, что мы сейчас делаем, это помощь пожилым людям Я считаю, что это очень благое дело, особенно в данный момент, когда они находятся в основной группе риска Из-за вируса у нас как бы усложнились наши действия, но Красный Крест нам предоставил достаточно защитных средств Это маски, перчатки, антисептики, поэтому работаем Присоединиться к благому делу никогда не поздно Стать частью большой организации людей с добрым сердцем и открытой душой может каждый Главное желание Без паники и объединив усилия мы точно сможем пройти этот непростой период достойно Ирина Кузьмич, Андрей Щерб, Александр Макаревич, специально для программы «Итоги недели» День инвалида отмечают в Беларуси 3 декабря И это не праздник, необычный день А серьезное событие не только для фондов и организаций, но и для многих неравнодушных людей Все потому, что мы, славяне, всегда славились своей душевностью, добротой, желанием и стремлением помочь нуждающимся и слабым К счастью, даже сейчас, в 21 веке, в веке глобализации, цифровых технологий, интернета, наш менталитет остается таким же Подтверждение тому фестиваль «Солнце в каждом» для особенных деток с ограниченными возможностями Инициированный специалистами Ленинской администрации Бреста В этом году он прошел уже в шестой раз, но по понятным причинам был несколько переформатирован в дистанционный конкурс «Я могу» Воспитанники вспомогательной школы – дети особенные, с ограниченными возможностями, но с неограниченными талантами Особенные для них главное – чувствовать, они хотят быть наполненными эмоциями, радоваться, грустить, смеяться или плакать Но чувствовать любовь и заботу, они хотят многого достичь в силу своих возможностей, и у них многое получается Я никогда не считала, что наши дети какие-то и чего-то не могут Как-то всегда смотришь на них, как на обычных детей, и они ведут себя так же, и стараются В сравнении с обычными детьми я всегда вижу разницу, чем-то они отличаются И поэтому обычных людей всегда удивляют стойкость, силу духа, способность видеть радость Наверное, в каждом дне, в каждом мгновении, солнце в каждом кусочке пластилина Поэтому они, наверное, не замечают своих каких-то ограничений И вот в этом, наверное, их силой ограничено Шестой фестиваль «Солнце в каждом» в этом году не был столь масштабным Но по наполняемости, по количеству участников он не уступает прошлогодним 84 участника, 84 ребенка с ограниченными возможностями заявили о себе в конкурсе «Я могу» А вот в конкурсе видеопроектов активно проявили себя школьники общеобразовательных учреждений В результате 84 заявки было подано на фестиваль 26 числа члены жюри собрались и подвели итоги конкурса У нас было несколько номинаций Декоративно-прикладное творчество, которое очень любят дети Художественное творчество, фотография, музыкальное искусство Ну и даже у нас один был ребенок заявлен как фотомодель Сложно было подвести итог, потому что работы были просто великолепные Действительно, творчество этих ребятишек удивительно По эмоциональности и по воплощению Каждая работа, будь то рисунок или пластилиновая фигурка Лепка на дисках или художественное прочтение Это откровение детей, их представление о жизни Наивное, да, но такое чистое, открытое, яркое и непосредственное Никита Старостенко – замечательный маленький художник Который создает свои картины на основе собственных наблюдений Прочитанных сказок и рассказов родителей, к творчеству приучили родители А также педагоги вспомогательной школы И самов животные Животные и так Он у нас Идет, ищение И кузнечик Собака Кузнечик Пытались развивать, ну то есть разностороннее А дальше уже как бы как оно пошло То есть не было такой как бы конкретно, что цели И мы заметили, что вот, ну просто как получается, так получается То есть оно как-то так вышло, само собой сложилось Стараемся как бы не вмешиваться в процесс Потому что как бы пускай, то есть чтобы он сам развивался То есть саморазвитие – это все равно самое То есть оно лучше запоминается, лучше закрепляется Но если он, конечно, просит помощь, то безусловно, помогаем Дима, а почему он берет героев своих картин? Ой, в основном он, как сказать У него появляются какие-нибудь фантазии Или, скажем так, желания какие-нибудь Вот там, допустим, с тем же самым проигрывателем Он очень хочет, чтобы ему Дед Мороз принес Вот они рисуют этот проигрыватель на занятии Поэтому как бы, то есть в основном из фантазии, я бы сказал так Ну а фантазии уже появляются на основе мультиков Там каких-то там, ну то есть всяких героев там и прочее А Никита Журавлев уникальный мальчик Его поделки из пластилина совсем крошечные Но вылеплены они с поразительной достоверностью Динозавры, носороги и другие фигурки За несколько минут кусок пластилина оживают в руках этого мальчишки Журавлев Никита лепит всегда То есть этот мальчик, который найдет пластилин в любом месте, в любом классе Какое-то у него такое интересное чувство Где это все лежит, он находит И просто буквально пять минут у него в руках появляется волшебным образом фигурка животного Все участники конкурса «Я могу», а это не только дети вспомогательной школы, но и других центров В этот день были награждены специальными дипломами, лауреатов и призами А победительница конкурса в номинации «Художественное очистение» Эля Минаева пожелала всем людям любить друг друга Запомните, люди, любите друг друга И сердце свое я желаю всем слушать У всех есть родные и близкие души Любовь – это то, что нам свыше дается Любовь – это чувство, что не продается Лариса Осмолович, Александр Воронин, Александр Макаревич Для программы «Итоги недели» Медалью Франциска Скорины не впервые награждаются представители Брещины Работники науки, образования и культуры За каждой наградой стоит история талантливого человека Который внес значительный личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала Культурного наследия белорусского народа Олег Нерода является бессменным руководителем образцового хора мальчиков в Пелнике На протяжении 36 лет Идейным вдохновителем международного хорового фестиваля Берестейские хоровые ассамблеи И в этом году он был заслуженно удостоен награждения медалью Франциска Скорины О прославленном коллективе и его руководителе в материале Людмила Логодич История создания художественного коллектива хор мальчиков в Пелнике Началась в далеком 1975 году И за время своего существования Прославленный хоровой коллектив стал первой ступенью в карьере Началом духовного и личностного развития для нескольких сотен человек А с 1984 года и до настоящего момента Его бессменным художественным руководителем является талантливый и активный человек Профессионал своего дела Олег Нерода Его творческая работа и вклад в умножение культурного наследия белорусов Были заслуженно отмечены почетной государственной наградой Медалью Франциска Скорины 25 ноября нам вручили, мне в смысле, я всем говорю своим педагогам, что это наша вообще специфика работы Это коллектив, коллективная работа То есть я сам по большому счету, ну просто как руководитель, как специалист А все стоит еще за детьми, все стоит за педагогами Это работа не только моя, а работа всего коллектива Поэтому я бы сказал, что этот орден не мне вручили, а вообще оценка работы нашего коллектива А я скажу, что работа серьезная Олег Евгеньевич очень добрый человек Он подбирает нам разный репертуар Старается нам какие-то очень интересные произведения подобрать Чтобы мы их пели А за дисциплиной следит Олег Евгеньевич? Он следит за дисциплиной В всем нашем классе Ребят ведет за собой талантливый профессионал Человек, увлеченный и болеющий душой за дело своей жизни Поэтому коллектив неоднократно становился Лауреатом всесоюзных фестивалей и республиканских конкурсов Дипломантом множества певческих состязаний На родине и за ее пределами хор-певники Известен благодаря своему мастерству и обширной разноплановой программе Программа тоже подчинена определенным законам Начиная с того, что вот это должно быть тематически все выстроено Все грамотно и раскрывать в полной мере коллектив То есть это и какие-то народные вещи И современная музыка, и классика И патриотические вещи В те времена это было очень важно Вот И как бы вот до сегодня С 1984 года 36 лет я руковожу этим коллективом Значит в коллективе на сегодня 125 человек 75 человек концертная группа у нас Это просто у нас группа Мы занимаемся в такие простые будние дни Занимаемся по группам То есть вот первые дисконты Потом приходят вторые Для качественной работы с большим количеством участников Просто необходимы отдельные репетиции с каждой партией хора В будние дни в спевке участвует примерно 1,5 от общего количества участников А выходные весь состав Репетиции важная, но далеко не единственная часть масштабного творческого процесса Чтобы достичь высоких результатов Участники коллектива занимаются также сольным пением Сольфеджио, музыкальной литературой И игрой на различных музыкальных инструментах Работаем в разных направлениях Работа очень кропотливая, очень серьезная Начнем с того, что у нас кроме хора Дети занимаются индивидуальным вокалом Постановка голоса Работают два педагога с концертмейстерами У нас есть класс сольфеджио Музыкальная литература Мы еще занимаемся, кроме того, всего инструментами То есть у нас есть фортепиано, гитара И в этом году решили сделать еще Класс вокально-инструментального ансамбля Потому что дети у нас, играющие на клавишах Есть возможность сесть за, допустим, за синтезатор Есть дети-гитаристы Мы купили бас-гитару, ритм-гитару Занимаюсь я уже здесь 6 лет Мы часто ездим в разные поездки Например, в Болгарию Я там занял два места, первое и второе Все играют на инструментах, поют Дополнительно занимаются вокалом, сольфеджио, фортепиано За 45 лет существования коллектива Первые его участники уже обзавелись своими семьями И теперь привели сюда своих детей и даже внуков Здесь сильны традиции И наряду с музыкальным образованием Происходит процесс нравственного воспитания каждого ребенка Многие из участников именно здесь получили старт в своей будущей карьеры Участию в коллективе, обязанной не личным достижениям и духовному росту Я скажу, что работа серьезная Судя по тому, что у нас каждый год дети поступают в этом году Два человека поступило в Академию музыки Четыре человека поступило в другие академии Парень поступил в училище имени Глинки Причем, что характерно, у него родители военные А он сам пишет музыку Мы позапрошлом году ездили в Болгарию Он взял гран-при, как композитор Написал произведение для фортепиано в четыре руки Когда наши дети вырастают И когда ты их встречаешь через энное количество лет И они говорят, Олег Ильич, мы только теперь понимаем Насколько было важно нам заниматься у вас в коллективе Но не только в коллективе и в школе Потому что каждый участник, кто поет в хоре Они еще занимаются в нашей хоровой студии Получают эти статы, поступают И многие поступают Это здорово У нас даже, я вам расскажу, что у нас даже После нашей школы Семь ребят, батюшки Даже у отца Серафима, Ясхмелева Наш ученик, выпускник Отец Даниил, монах Ты поешь, а на тебя смотрят, аплодируют Радуются, слушают тебя Выступать и гастролировать, это очень интересно Потому что вы можете как-то сблизиться с остальными детьми Подружиться, понять друг друга Это сплочает коллектив Целые поколения поют в образцовом хоре пелники География его выступлений – весь мир Сам коллектив и его участники побеждают в различных конкурсах Потому что хорошее хоровое пение, как говорил Григорий Ширма Промывает душу и очищает сердце Музыкальное искусство и в наши дни никого не оставляет равнодушным И является сильным средством воспитания человеческого в человеке Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события Какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит Мы встретимся снова уже на грядущей неделе Будут новые темы и новые герои А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам Звоните Номер в Бресте 54-63-67 Далее о погоде Партнер прогноза – гомеопатический лекарственный препарат «Инфлюцит» Применяется в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний «Инфлюцит» содержит 6 активных компонентов для лечения острых лихорадочных простудных заболеваний верхних дыхательных путей и гриппа «Инфлюцит» способствует быстрому выздоровлению, устранению общей слабости, снижению температуры тела, устранению насморка Для взрослых и детей с одного года ОРЗ «Простуда грипп» помогает «Инфлюцит» Я, Ирина Кузьмич, желаю вам хорошего завершения дня вместе с каналом БУК-ТВ Добрых вам новостей в ваших домах и будьте здоровы! «Инфлюцит» – оригинальный лекарственный препарат из Германии, применяемый в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний ОРЗ «Простуда грипп» помогает «Инфлюцит»